К грандиозному празднованию юбилея родной школы начали готовиться еще год назад. И все старания не прошли даром. Ощущение праздника чувствовалось в каждом уголке огромного пространства трехэтажного здания. В фойе вальс под громкую музыку оркестра, в холле интерактивная программа, а в актовом зале масштабный концерт. История у нас необыкновенная. У нас очень творческий коллектив учителей, учеников и родителей. Вот смотрите, этому зданию 20 лет. Без единого ремонта. То есть вот так мы сохраняем нашу школу. Три года назад в школе присвоили имя заслуженного военного летчика, героя России Игоря Ткаченко. Вместе с семьей он проживал в Кубинке, а его дочь и сын учились в легендарной школе. Причем оба у Натальи Титовой. Я проработала в этой школе 13 лет с 1994 года до 2007 года. Я сделала 4 выпуска, 40 медалистов выпустила. Ну, я с любовью относилась к этой школе и отношусь. Успехов желаю всем преподавателям и ученикам. В комплексе учебного учреждения есть даже историко-краеведческий музей, который был открыт в 2010 году и несколько раз занимал второе место в районном конкурсе школьных музеев. Его основатель Евгения Косыгина – выпускница этой школы. Она детально исследует интересные факты и биографии героев родной земли, коллекционирует экспонаты, систематизирует находки поисковиков. Наша школа очень уютная. Тут много детей, можно подружиться. Тут очень хорошо учатся дети. Мне нравится петь. И тут хороший актовый зал. Еще в школе ежемесячно издается собственная газета и имеется телевидение «Журавлики ТВ». Девочки, наши коллеги, уже давно определились с будущей профессией и поделились профессиональным опытом. Мы на тот момент 11 класс, сейчас я уже выпускница, начали развивать телевидение. Вот к нам подключились ребята помладше, наше новое поколение «Журавликов ТВ». На самом деле мы очень гордимся ребятами, потому что мы начали просто с нуля. И то, как они продолжают, то, как развивают, нам действительно очень нравится, и мы гордимся ими. На торжественном вечере присутствовала начальник управления образования Одинцовского муниципального района Ольга Ляпистова. Она вручила всему штату сотрудников благодарственные письма от главы района Андрея Иванова и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Не обделили вниманием и теплыми словами и двух предыдущих директоров, которые в свое время задали боевой дух учебному учреждению. Екатерина Стросветская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.